итак ну что ж ребят всем привет кто только подошел надеюсь слышно и видно нормально нет никаких проблем если что как обычно пишите в чатике ну и давайте начнем потихоньку и так наконец-то настало время пройти последнюю сюжетную линию файр эмблер три хаузес правда если вы можете посмотреть правда если посмотрите на оригинальное японское название она называется немного по-другому все таки три хаузес это адаптация английской на английском оригинальное название файр эмблера данного это файр эмблер ветер цветок снег луна они три хаузес собственно в этот раз не решил взять японскую версию давайте посмотрим на оригинал и собственно я буду переводить ее с оригинала в этот раз постараюсь надеюсь все пройдет хорошо вроде бы недавно с якудзе все прошло отлично так что думаю тут тоже так что сразу говорю для тех кто привыкли к некоторым названием и термином в английской версии имейте ввиду что некоторые из них могут отличаться даже некоторые имена могут отличаться потому что английская версия это адаптация так что я подумал что это будет хорошим шансом взглянуть немного на игру с другой стороны как раз таки начиная новую сюжетку мы посмотрим другой путь нашего героя и да именно героя в этот раз будем проходить за парня и надеюсь все будет хорошо и в обсуждении с чатиком мы решили еще следующее в этом прохождении мы повторим все взаимоотношения между персонажами учитывали учитывая что мы взяли японскую версию тем самым можно будет сравнить скажем так с тем что было до этого в английской потому что как вы заметили я еще говорил об этом английской версии некоторые моменты отличаются как создать где-то там что-то убрали что-то добавили поэтому надеюсь будет интересно посмотреть на игру с данного взгляда если будут какие-то вопросы как обычно пишите в чате или в комментариях если это в записи смотрите и что еще а ну собственно как обычно правило игры играем на классике то есть когда персонаж если умирает в битве то умирать с концами никаких загрузок иначе так будет интересно так что перманентная смерть будем осторожны и постараюсь никого не потерять но если придется пожертвовать то придется но учитывая что в предыдущем прохождении мы там одного персонажа потеряли это случайно думаю в этот раз у нас будет все хорошо так что вперед давайте начнем так возьмем new game плюс так правда ой new game плюс взять вот в чем вопрос так степень на вот можно взять new game плюс после предыдущей сюжетной линии так стараясь ну да я постараюсь ну и в этот раз как бы так как в прошлый раз ну я слил случайно констанцию в этот раз я сделаю его айфу надеюсь возьмем hard классик и вперед 91 год по имперскому календарю равнины тайлитинг на Сэрэссама Сэрэссама Помнишь ли ты Красную долину, Немезис? Умри! Умри! Ты ублюдок! У меня! Отобрал все! Мама 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 Я тебе говорил, что нам нужно отправиться туда на рассвете с утра пораньше Привет, ребят А что, правда? Кстати говоря, да Господи, это боже мой Все остальные уже собрались снаружи, за исключением тебя Джеральдсан, прошу прощения, но вы бы не могли бы пойти со мной? Что случилось? Просим прощения за такую внезапность Такое время? И какие-то дети? Что у вас за дело может быть? Ну, по правде говоря Нас тут преследуют бандиты И мы хотели бы попросить вашей помощи Бандиты, говорите? Да Они напали на нас, пока мы пребывали в лагере К сожалению, мы были отделены от всех наших других товарищей И я уверен, что Эти бандюки хотят украсть не только наши жизни Нет Хотят украсть не только наши деньги, но и наши жизни Учитывая, в каком бы положении Ты ведешь себя довольно небрежно Спокойно Кстати говоря, мы эти униформы Снаружи деревни видны какие-то силуэты Причем в довольно большом количестве Они уже пришли Ну, как будто не было Я не могу бросить в данный момент Жителей деревни и этих детей Эй, пошли Надеюсь, ты готов При полном готове Так Вперед Так, мне нужно выбрать какое-нибудь место для сейбов И мне не нужны Мне вот все эти не нужны Поставить Короче, 25-ый, использую последний Привет, привет, ребят всем Подошел Итак Так как в этот раз Проходим японку Я решил, что пролог мы не будем скипать Повторим его Тем самым посмотрим на него Так, с другой точки зрения Давай быстро Давай быстро разберемся С этими бандитами И не позволим Деревне Быть Захваченной ими Так что Вперед, Валера Сперва Наперво Разберись с врагом Что перед тобой Давай Переломай Переломай носы Своим врагам Вот он Так, окей Туториалы мы Проскипаем Это то же самое Итак, Кири Эта игра вышла Намного раньше Первая игра В серии была В 92-ом Так что нет Так, ну вперед Так, окей Насчет оружия Ну и с этим все Окей, окей Туториалы Можно пообщаться Заодно Большое вам спасибо Вы действительно Спасли нас Благодаря вам Мы не умрем В подобном месте Прошу прощения Но Мне нужна Ваша сила В данный момент Давайте вместе Избавимся От этих Бандитов Окей Так Ну только сзади Окей И пообщаться Ой Простите Простите Но похоже Благодаря Вам Моя жизнь Спасена сегодня В такой Отдаленной деревне Наемник С такими Навыками Должно быть Небеса Сегодня Действительно На На моей стороне Раз подобная Встреча Случилась Ну да Вам повезло Будем продвигаться Вперед И Готовиться К вражескому нападению Для этого Стоит Занять Позицию В лесу Окей Ну я же Не дойду До леса Ладно Ее не убьют Там Ну Иди Нет Ну давайте Пообщаемся А вы Человек Действительно Необычной Аурой Что витает Вокруг вас Сразу Подметила Нас Раз вы Наемник Покажите Мне Пожалуй Покажите Мне На что Вы Способны А Насчет Награды Можете Не Беспокоиться Так Хорошо Вот это Отлично До тех Пор Пока Мы Находимся В лесу У нас Определенное Преимущество При Нападении Врага Окей Да Да Все Как же Интересно Смотрится Вот Эта Вступительная Глава После того Как мы Уже Прошли Игру За Эдельгард И Димитрия Так Так Давай Димыч Мочи Наконец-то Правда Кажется Стоило Написать Своё имя На японском Так Я специально На английском Написал Ну как бы Все-таки Сенсей у нас Особенный Он должен Выделяться Но более гармонично Все-таки Да Наверное Японском Смотрелось бы Так Ну вот Как бы Анимация Вот Как бы Ясно Привычки Чего-то Пропускаю Анимации Опа И Сол И Пойдем Сюда Вот Срань Какой Чёрт Наемники В этой Деревне Делают Ну раз так Тогда нам Придется Их Всех Завалить Так Окей Так Мы Сагрим Двоих Нормально Да Лучник Из тебя Конечно Но тут Его Заденут О Даже Так Не 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 Слишком Рискованно Отправлю Дельгард Поближе Отлично Ну отлично Так Звук Нормально Игра Не Орет Слишком Звук Нормально Звук Нормально с какими катана или только никому и черту теги на и отцает и комикю от яска на зон если ты будешь атаковать атаковать в то время когда рядом находится союзник это даст тебе преимущество тем что враг может быть напуган и тем самым ты легче сможешь нанести удар по нему но окей пупо вот так срань я убью тебя ублюдок прямо здесь и сейчас а но мы еще посмотрим кто кого убьет нет сначала пусты дельгард бьет так что у нас ну а тветочку конечно получит или нет но типа все С дороги! Ты 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 будь осторожнее ты пытаешься убить ты пытаешься убить меня идиот ну ладно сейчас ты не понимаешь всей ценности своей жизни господи тогда мне придется рассказать тебе все меня зовут сотис меня так же зовут началом всего эх бомбящая сотис это просто прекрасно сотис 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 тасикан вася в сотис 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 значит да да я сотис точно а также меня называют начало однако тоже дал мне такое имя о чем ты говоришь и что ты имеешь ввиду сотис а на на сила и мама динамо и сыра умой до сена по какой-то причине я не могла вспомнить своего имени до данного момента и в этот момент меня озарила меня озарило что это как-то странно это что за выражение лица у тебя сейчас ты что считаешь меня ребенком который который даже своего своего имени не знает тогда знай что именно этот ребенок и спас тебе сейчас жизнь господи были бамби сейчас очень классный так ну я сам то не ребенок первый вариант или второй а я сам то ниже не что не более низшее чем такой ребенок как ты вот как хорошо что ты все понимаешь дабы спасти им какую-то девчонку ты бросился под топор бандиты тебе повезло то что я немедленно же остановила время иначе ты бы был трупом так и могу сказать спасибо ты остановила время и что-то никаких слов благодарности от тебя не слышу может ты хочешь чтобы я выгнал от тебя отсюда пинками под зад да тебе стоит покорно выражать свою благодарность мне в конце концов я же помогла тебе и спасла тебе жизнь не смотря на то что время было остановлено всего лишь на мгновение мне интересно что ты будешь делать дальше или как ты будешь справиться справляться с этой ситуацией а что случится когда время возобновиться или действительно что же мне делать дальше если время будет запущено вновь то этот топор определенно вонзится в твою спину и ты умрешь а ты чё ожидал очевидно же из-за тебя я должна быть начеку всегда наблюдать за тобой теперь что же нам теперь делать так что же нам теперь делать в данной ситуации вернуться назад во времени первый вариант можно сделать так чтобы я один двигался а время было остановлено вокруг меня уже кстати вариант только вряд ли такое получится я просто сяду здесь и буду ждать своей смерти прекрасный прекрасный что за бред ты вообще несешь так стоп подожди секунд точно раз мы остановили время нам стоит повернуть его вспять думаю я справлюсь и смогу это сделать действительно тот еще проблематичный так как ты будешь знать что будет будет происходить дальше это легко сможешь в этот раз спасти свою жизнь а теперь тот тот кто несет пламя в своем теле следуй по пути времени дабы найти свой ответ о как с дороги и и и вот и вы вовремя и и и только что что за так рыцари сериса пришли бандиты что угрожает жизнью учеников будут готовьтесь наша вот и он и неужели эти бандиты пытаются убегать убежать за ними со тёмную это похоже со всеми учениками все в порядке точнее похоже что это старосты классов порядке топ а это вот у менду на языче ванта какой же проблематичный парень к нам тут заявился жеральт не особо доволен я так и знал это вы капитан жеральд уж как же давно не виделись вы же меня помните не так ли я самопроизгал оглашенный ваша правая рука алоис после того как вы внезапно пропали лет двадцать тому назад я верил все это время что вы все еще живы да уж а ты такой же шумный как и раньше алоис и кроме того я больше не капитал прямо сейчас я просто наемник и поэтому мне нужно пойти и заняться своей следующей работой до свидания да еще встретимся где-нибудь ничего подобного стоп капитан мне нужно чтобы вы пошли в монастырь грагмах монастырь грагмах понятно значит вот оно как что неужели этот молодой человек ваше дитё капитан так ну собственно вариант у меня следующий пишите в чате кстати какой вариант взять так первый вариант он мне не знаком мы не знакомцы 2 по вариант я один из бандитов который не успел убежать или совершенно верно так первый второй третий и второй шутите подобным образом да уж вокруг вас действительно витает та же самая аура что и вокруг капитана так во что бы то ни стало я бы хотел бы чтобы вы тоже увидели монастырь а вы что скажете хотите присоединиться к нам конечно в чем дело он капитан вы же не думайте о том но чтобы убежать верно я не думаю что я смогу убежать от рыцарей сейроса как бы того не хотел рыцарь сейроса да определенно они кажется довольно сказать людьми с действительно выдающимися навыками чё смотри тебя походу зовут давай иди вперед быстро гиги я все еще у недоумений что за голос у него в голове да ребят привет всем кто подошел добро пожаловать большое вам спасибо за то что ранее спасли нас и помимо прочего я действительно смогла узреть все ваши таланты вы наемник не так ли и помимо прочего ваш отец он является бывшим капитаном рыцарей сейроса один из самых сильных за всю историю рыцарей известный как джеральд разрушитель клинков рыцарей сейроса первый вариант второй я даже не знал что он оказывается бывший капитан неужели может такое быть я уверена что были определенные обстоятельства из-за которых он не смог вам это сказать слушайте ведь ведь вы пойдете вместе с нами монастырь верно тогда по пути я могу вам различные истории рассказать а мы если что ученики военной академии что находится при монастыре однако подумать только на нас напали бандиты во время пылевых учений это был действительно жестокий и ужасный опыт для нас а на таганах сакин и нигде даскаре жанна а разве это не из-за того что ты первый убежал верно 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 вы только послушайте кстати тот момент когда я в одиночку попытался улизнуть от них они все увязались за мной все получилось только вот бандиты бросились за нами в преследование да уж действительно смешная история клод значит вот какими были твои планы а я подумал что ты решил стать приманкой ради всех ну а разве это было не очевидно вы не сможете стать этим достойным монархом если не будете читать промеж строк а если вы будете читать только промеж строк и всегда с подозрением относиться к людям вы тоже не сможете стать достойным монархом это что у нас тут королевский имперский спор на уж как и ожидалось от вас двоих действительно однако как по мне с точки зрения подозрений сомнений ваш словесный обмен словно чисто малолетний спор как же у него бомбанула вижу кто-то не умеет держать свой рот рот на замке кстати насчет слова хинака как бы учитывая как она написана иероглифом данный иероглиф как можно перевести как раз таки как малолетний зеленый или еще это как я декоративная кукла так что да ну в данном случае именно вот малолетний люди по контексту ну ладно сейчас у нас есть более важные дела подумать только вы так смогли противостоять главарю бандитов это было действительно внушительно и заставили его все-таки отступить вы действительно сильны у меня все началось да уж совершенно верно вы бы не хотели бы поработать в империи я буду прямолинейный я если что из империи здрасте так подожди эдельгард сначала я должен поговорить с ним в данный момент в священном королевстве фаргуса тоже есть крайняя необходимость в таких превосходных людях как вы поэтому пожалуйста во что бы то ни стало приходите ко мне в королевство а ну стоять господи ну вы двое даете быстро же работайте только столько познакомились а уже пытаетесь завербовать его я если честно по пути до монастыря намерен развить глубокие дружеские отношения сначала однако сперва наперва мы бы хотели я бы хотел бы услышать о ваших вкусах какую страну вы больше всего предпочитаете а насчет накануне окна а а похоже они нет похоже для них очень важное происхождение их корня и подумать только что они решили спросить какая страна вам больше нравится в этом контексте так какая страна ну собственно здрасте фэргус или альянс или старый или старский альянс берем второй третий в этот раз вот как вот это редкий ответ если что я как раз таки с территории альянса и я действительно рад этому ответу так ладно пожалуйста заканчивайте потихоньку разговор нам пора отправляться в монастырь опа ну похоже нам придется продолжить разговор по пути обратно ну и но какие же они все торопливые и эти дети все они все трое кажется действительно уникальными так подумать про эдельгард она действительно красивая и величественная девушка наблюдая за ее взглядом возникает чувство что она всегда оценивает всех вокруг себя димитрий у меня сложилось впечатление что он довольно искренний человек однако у меня возникло так же чувство как будто во всей этой яркости что он излучает таится нечто темное у да и он оставляет впечатление действительно бодру и человека с улыбкой лице однако если посмотреть его в его глаза улыбки там не видно видно он всегда на чеку сторожиться всего но наши с тобой мысли сходятся и опять хочу спать так что ты знай я пойду спать ну что ж ребят собственно мы прошли пролог и давайте сделаем перерывчик и продолжение следует ну как бы надеюсь все хорошо все понятно и перерывчик